От общих целей развития до перспектив. Опубликована статья главы государства о ренессансе Центральной Азии. За короткий по историческим меркам период регион превратился в пространство взаимовыгодного сотрудничества с огромным потенциалом. Рауль Габитов расскажет о главных месседжах. Центрально-азиатский регион сегодня все больше укрепляет свои позиции на глобальном уровне. Лидеры государств стали чаще встречаться, причем не только друг с другом, но и с представителями крупных стран Европы и Азии, так или иначе оказывая влияние на мировые процессы. Пессимистические прогнозы о том, что Центрально-азиатские республики пополняют группу так называемых несостоявшихся государств, по словам Касымжумар Татукаева, не подтвердились. Государства Центральной Азии смогли выработать свою прагматичную стратегию внешнеполитических взаимоотношений, которая создала стабилизирующий баланс межстрановых и межрегиональных интересов. Позволила нам стать полноправными участниками глобальных процессов. Центральные азиаты, укрепляя статус миролюбивых государств, активно продвигают свои идеи и проекты в многосторонних структурах. Являются учредителями таких успешных и влиятельных организаций, как СНГ, ШОС, СФМДА, ОС, ЕАЭС, ОТГ и другие. Казахстан сегодня установил союзнические отношения с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. С Туркменистаном стратегическое партнерство тоже расширяется. Отдельно стоит поговорить об экономике. Только в прошлом году торговля Казахстана с государствами региона выросла на 26% и достигла 8 миллиардов долларов. В целом перспективы сотрудничества большие. Важным направлением сотрудничества является развитие в приграничных районах сети торгово-логистических и промышленных хабов, которые могут стать новыми драйверами взаимной торговли и совместной инвестиционной деятельности. Стратегическое значение приобретает реализация транспортно-логистического потенциала наших стран. Эта сфера призвана стать новой опорной точкой для стремительного развития региона. Перед странами сейчас стоит ряд задач, от решения которых будет зависеть судьба региона, считает Тукаев. Во-первых, это сохранение мира и стабильности не только в Центральной Азии, но и в сопредельных государствах. Также следует выработать общие подходы к обеспечению водной безопасности. Проблема дефицита воды в последние годы, затронувшая практически все страны региона, негативно сказывается на фермерах и приводит к серьезному экономическому ущербу. А еще важно воспользоваться выгодным географическим расположением стран и развивать сферу транспорта и логистики. Регион имеет все возможности стать одним из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов на планете. Центральная Азия стремительно превращается в ключевое звено глобальных транспортных коммуникаций. Прежде всего, это многообещающий китайский проект «Один пояс, один путь» и международный транспортный коридор «Север-Юг», в который в той или иной степени вовлечены все страны региона. Затронул президент и вопрос экологии. Чтобы снизить негативный эффект от глобального изменения климата, Тукаев предлагает перейти к зеленой экономике. Природный потенциал для этого в регионе есть. В Казахстане, например, достичь углеродной нейтральности планируют к 2060 году. В завершении статьи глава государства подчеркнул, что Казахстан придерживается принципа успешной Центральной Азии и готов идти на дальнейшее развитие интеграционных процессов настолько, насколько готовы стратегические партнеры и союзники в регионе. Аля Шарашима, Фрауль Габитов, 24КЗ.